Всем привет! Сегодня мы опять продолжаем такой вот новый формат как бы подкаста. И в этом выпуске будет темой следующая. 27-летний сирийский заключенный сорвал с пенсионера цепочку с распятием и попал в психиатрическую больницу. Итак, подробности. В городе Гера в Тюринге преступник из Сирии по имени Расем, 27 лет возраста, средь бела дня сорвал распятие с шеей 79-летнего мужчины. Позже он сбил с ног несколько человек. Фокус онлайн знает полностью всю его уголовную ипостась и всю базу данных, которая заведена на него в полиции. Он несколько раз сидел в тюрьме. Итак, 5 июня этого года в центре тюрингского города Гера произошел жестокий беспрецедентный акт насилия. Около 12 часов дня 27-летний беженец из Сирии подошел к немецкому пенсионеру и сорвал с его шеи цепочку с распятием Христа. Символом стал именно серебряный кулон стоимостью около 250 евро. Затем он, как утверждает полиция, ударил 70-летнего человека кулаком в лицо, в результате чего человек получил кровоточащую рану. Предполагаемый преступник Расем А действовал совершенно неожиданно, спонтанно, как сообщает Фокус онлайн. Ни до, ни во время преступления он ничего не кричал. Следователь прокуратуры сообщил Фокус онлайн, что это была молниеносная атака. По данным прокуратуры города Гера, мотив преступления очевидно связан с религиозной сферой. Старший прокурор Томас Рибель сообщил Фокус онлайн. После заявления обвиняемого он увидел пренебрежение к христианству в том, как пострадавшая сторона носила на себе крестик. Судя по всему, сирийца побеспокоил второй кулон, который пенсионер носил на шее, и чувствовал себя ущемленным в своих религиозных чувствах. Иммигрант, приехавший в Германию в 2015 году, не предоставил о себе никакой дополнительной информации за этот поступок. После акта насилия сотрудники полиции ненадолго задержали сирийца недалеко от места преступления и доставили его в суд для пересмотра содержания под стражей. Там, правда, этот Рассем после данных, взятых с него следователем, снова вышел на свободу. По словам полиции, задержание было невозможно из-за отсутствия требований законодательства. Просто офигеть! Но это уже слова от меня. Идем далее. Тем не менее, бандит был известен полиции и судебной системе и имел несколько предыдущих судимостей. Он считается уголовником. Фокус Онлайн эксклюзивно публикует уголовное дело этого 27-летнего сирийца. Итак, поехали. 2017 год. Областной суд города Гера. Множественные опасные телесные повреждения. Два года и шесть месяцев лишения свободы для несовершеннолетних. 2019 год. Окружной суд Геры. Нарушение закона о наркотиках и другие преступления. Два года и девять месяцев лишения свободы. Отбыт срок в полном объеме. 2022 год. Окружной суд Геры. Нарушение закона о наркотиках и множественные нападения. Один год лишения свободы. Срок отбыт сполна. Уже один этот список свидетельствует о том, что мигрант склонен к серьезным актам насилия и его не останавливают меры государственного принуждения. Решение, судя по всему, юридически правильное, не заключать его под стражу после жестокого нападения на пенсионера 5 июня, оказалось в ретроспективе фатальным. Потому что всего через два дня этот 27-летний парень снова нанес удар в центре города Гера. С короткими интервалами и независимо друг от друга этот Рассен избил 9 жертв, некоторые из которых были пенсионерами. Среди прочего он ударил мужчину по лицу, в результате чего у него произошло кровоизлияние в мозг и инсульт. Жертва была госпитализирована, сказал Томас Рибель в интервью Focus Online. Другие пострадавшие также получили травмы, некоторые из них серьезные. Когда полицейские хотели арестовать преступника, он вел себя неподобающе и не хотел подчиняться сотрудникам правопорядка. Ведь на этот раз мировой судья отправил Рассима в исправительное учреждение. Тем временем сириец находился в психиатрической больнице, где он временно размещен. Сообщил в этот понедельник в Focus Online Томас Рибель из прокуратуры города Гера. Говорят, что это специализированная больница, штат Рода. Кроме того, ведомство подготовило ходатайство в порядке пресечения, которое было подано в Герский областной суд в конце августа 2024 года. Следует проверить, можно ли мужчину навсегда поместить в психиатрическую больницу. Далее говорит прокурор. Обвиняемый обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений в 15 случаях с подачей заявлений. Из них в одном случае с единообразным преступлением с нападением на сотрудников правоохранительных органов, в одном случае с разбоем и в единичном случае с покушением на грабеж, вымогательством в большинстве преступлений с опасным причинением телесных повреждений, в большинстве преступлений с причинением вреда личному имуществу. Господин Рибель не захотел давать никакой информации о клинической картине сирийца из соображений защиты частной жизни. Ох ты, Господи! Идем дальше. Прежде всего было подготовлено судебно-психиатрическое заключение. Окончательный отчет еще не завершен. В настоящее время неизвестно, пытался ли офис регистрации иностранцев города Гера депортировать многократного преступника на родину в Сирию. Адвокат сирийца Удо Фраер из Грейца не захотел комментировать дело фокусу онлайн. По его словам, сначала мы хотели бы дождаться полного отчета о состоянии здоровья моего клиента. Это сказал адвокат в этот понедельник, то есть 16 сентября этого года, 2024 года. Вот вам еще один случай из миграционной политики Германии, которая принимает все отбросы со всего мира в страну для того, чтобы, как говорит канцлер Шольц на встрече со своими избирателями, «Если бы не мигранты, то нам бы сейчас не жилось так хорошо». Это было в городе Принцлаву на последних выходных днях, когда он встречался с избирателями партии СПД. И когда он произнес эти слова, многие люди загудели и начали кричать «Бу» на канцлера, типа, мол, проваливай отсюда, ненормальный. Как можно говорить, что если бы не эти мигранты, которые убивают людей на улицах, нападают и сбивают их, мы бы не стали жить хорошо. Но это полный бред сивой кобылы, извините за выражение. Вот такое вот у нас сегодня с вами получилось как бы видеообозрение, ну, не видео, а подкаст, по случаю вот этих вот мигрантов, которых, благодаря раньше начавшей Ангеле Меркель, а сегодня продолжающей ее дело, идущей, скажем так, по стопам Ангелы Аналены Бербок. Ах ты, Господи, блин, встуды бы их всех в эту Сирию и в Афганистан, вместе с этим всем Министерством иностранных дел и всем Бундестагом. Вот тогда бы действительно мы в Германии стали жить спокойно и хорошо. Не забудьте подписаться на канал, поделиться этим видео с друзьями. Естественно, может быть, оставить свой какой-то комментарий. Ну и кто внимательно слушал, тот понял, о чем я говорил. Всем удачи, не болейте. Пока.